Всех приветствую, с вами канал Краблэн Геймс, и я продолжаю играть в игру Санкин Лэн, друзья мои. И немножечко я тут обстроился, построил себе простенький домик, чтобы, по крайней мере, товарищи тут не ломились мне сразу в оборудовании. Дверки, конечно, сделал немножечко, накинул колючие проволоки, думаю, накину, наверное, еще пару рядов. Ну, посмотрим. Так, и у нас как бы самое интересное. В прошлый раз мы добыли то, что нам необходимо. А это значит что? Правильно. Это значит, пришло время модернизации. Значит, мы патроны... Да, давай следовать. Оп. И теперь мы плавненько надо подойти к третьему. Значит, немножечко железа надо и немножечко веревок надо. Так, вопрос, есть ли у нас веревки? Ну, веревок, скорее всего, у нас нет, поэтому придется веревки сделать. Ну, давай пока пять, там разберемся, значит. Так, и железо еще пачку. Все, цепляем. Так, а я продолжал плавить железо в огромное количество. Построил вторую печку, потому что, ну, скорость переплавления одной очень мучительно долго. Ну, что же, друзья мои, третий уровень развития. И мы такие, боже мой. У нас появилась плита. Для приготовления более качественной... Так, продвинутое мастерское оружие. Это вот она, да? Надо посмотреть, где у нас там есть электронные компоненты. Зарядное устройство. Это очень полезная штука. Так, мастерская боеприпасов. Мастерская боеприпасов пригодится. Мастерская брони. Маленький генератор. Моторная лодка. И производство частей оружия. Значит, давай, производство частей оружия мы сразу открываем. Так, мне нужна продвинутое мастерское оружие. Это да. Вопрос, есть ли у нас микросхемы. По-моему, микросхем-то у нас как раз и не было. Так, вопрос. А у нашей торговки были микросхемы? Потому что у нас ничего подобного, к сожалению, нету. Так, ну ладно, значит, давай смотреть. Значит, пока микросхемы пролетарий всех стран пролетают. Значит, нам что надо тогда? Да, мастерская брони. Можем сделать там новую. Будем, видимо, восстанавливать броньку. Напольная лампа. Это прекрасно. А до следующего этапа. Электронные компоненты. Продвинутые детали. Понимаю. Вполне себе понимаю. Значит, давайте, наверное, начнем с плиты. Заменим то, что есть. Сделаем себе немножечко плиту. Сделаем, наверное. Ну, по крайней мере, не сделаем. Изучим. Так, а компоненты у нас где были? Так, вот здесь их. Их, благо, много. Значит, будем продолжать развлекаться. Так, надо не забывать продолжать плавить железо. Оно очень медленно все это делается. Но, тем не менее. Значит, короче, мы пока исследуем плиту себе. Так, значит, это мы не можем себе сделать. Мастерская боеприпасов. Мастерская боеприпасов. Да. Но я хочу мастерскую брони, наверное, для начала бахнуть. Моторная лодка, даже не знаю. Не то, чтобы у нас очень много топлива. Вот такой интересный у нас момент. Так, где-то у нас дерево валялось, насколько я помню. Сейчас найдем. Так, стекло на всякий случай возьмем. И нам нужно дерево. Много. Так, у нас немножко топлива. Немножечко этого, немножечко того. Но совсем немножко. Поэтому надо тут... Нет, это не особо разгоняться. Значит, мастерская брони сделали. Так, ну давай ее, наверное, и построим. Мастерскую брони-то. Она же где-то здесь у нас была. Так, а мы, кстати, рыболовную сеть-то не сделали до сих пор. Так, мастерская брони должна быть где-то здесь. Так, мастерская брони, вон, пожалуйста. Ага. Очень много леса. Очень много железа. Ха-ха-ха-ха. А мы так один раз сможем только ее сделать, и все. А дальше у нас, как говорится, закончится железо. В огромных количествах надо будет его добывать. Слушай, что-то как-то стоимость стала просто заоблаченной, если что. Так, мастерская боеприпасов. Это нечто продвинутое. Ну, что тогда? Лодку моторную. С топливом, конечно, у нас будут огромные проблемы. Ну, а почему бы и нет? Моторная лодка должна немножечко быстрее перемещаться по местности. Значит, что нас интересует? Зарядное устройство аккумулятора по-любому. Ну, мастерская боеприпасов, мы, конечно, ее изучим. Но вот сделать... Хм-хм. Что-то у меня есть некоторые сомнения. А где нам столько железа теперь брать, вопрос? Не то, чтобы его мало, его надо очень много. Так, подожди, а я не посмотрел, что мне надо для того, чтобы лодку себе сделать. Моторная лодка не такая уж и дорогая. Сорок железа и компоненты. Так. Ко мне пришли. Вопрос, где остальные? В воде плавают-нибудь? Вопрос, где остальные лодки? Какой-то странный был набег. Но, судя по звуку, это еще не все. Ну, копье нам поможет, это очевидно. Так, и вот там тип еще колюч-проволок также атакует. А Роша отстанет колючки от нашей. Я не просто такую сюда поставил. Так, вон еще один бежит. Судя по звуку, где-то еще один есть. Судя по звуку, где-то был еще один. Ну, ладно, от этих товарищей отбились вроде бы. Все это прекрасно. Радует взгляд. Закрываем дверку. Ну, вот так вот со стенами как-то немножечко поуютнее, откровенно говоря. Дубины попробуем продать, конечно. Так, ну что, берем компоненты и делаем лодку себе. Что делать еще? Так, где они у нас? Создаем новое транспортное средство себе. Моторная лодка. Ее бы как-нибудь развернуть? Чтобы сразу выйти в море. Вот. Вот другое дело, но... Сундук здесь неплохой. Надо добавить топлива и ездить на лодке. В принципе, как вариант. Надо вот эти бочки бы отсюда убрать, они тут явно мешают. Так, а у нас руда кончилась. Так, древесинка у нас все еще есть. С рудой все сильно хуже. Так, ну давай смотреть, значит, сколько у нас вообще железа. Ну, как бы, по всей видимости, все. Все железо, что у нас было, мы потратили благополучно. Так, а вот эти всякие вещи-то здесь можно повесить у нас куда-нибудь на стену их? Для создания уюта. Ладно. В принципе, продавать их, наверное, толку нет. Они там мало стоят. Ну, всякие лампы. Может, она светить даже будет. Так, а куда ее можно установить? Видимо, на стол на какой-нибудь. Это вот что такое? Старая настольная лампа. Ну, видимо, да. Немножечко не та история, на которую я рассчитывал. Ну, а всякие утенки, картины, мебель. Но мебель можем поставить. Что нет-то? Вот только что-то нет. Странно. Ладно. Потом разберемся с этим. Так, лодка сделана благополучно. Надо посмотреть, сколько у нас бензина есть. Я думаю, что там его просто минимальное количество. 8 штук всего. Ну, даже не знаю. Это из разряда мы, конечно, сделали. Но вот зачем оно было, не совсем понятно. Ну, а железо надо добывать теперь просто десятками тонн. Потому что выяснилось, что у нас его 9 осталось, да? 9. А надо-то немножко больше. Ну, как немножко больше? Надо 20. Ну, конечно, крайне удивительные для меня объемы. Но, тем не менее, как-то вот так мы будем выглядеть в ближайшее время. Надо где-то искать огромное количество железа. Просто сотни. Где-то надо добычей заняться. Мы по-хорошему все, что могли, плавили. Давай посмотрим вообще, что мы можем скрафтить теперь из того, что у нас есть. Так, здесь ничего нового. Ну, дерево можно посадить. Только вот пока непонятно зачем. На! Мастерская брони. 25 железных слитков. Это, конечно, очень много. Так, здесь у нас сейф имеется, стальной слиток. Но я так понимаю, что это довольно проблематичное мероприятие. Будет все это дело построить. Здесь у нас немножко различных баррикад. Стеновая ловушка. Ну, можно будет попробовать ее как-то сделать. Но не то, чтобы я горю этим заниматься. Так, значит, его можно подвесить к потолку. У нас пока, кстати, нет потолков, если что. Так, миссии у нас здесь веселые и жизнерадостные. Создайте жареные грибы. То есть у нас тут это... У нас тут еще надо грибочки пожарить. А где же... Ой, чертежи, что мы нашли. То есть здесь как бы все. Показано, что мы не нашли еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько всего мы не нашли-то. Так, с фракциями понятно. Значит, мародеры враги. Три острова, два острова. Так, это 140 врагов вообще. Ага-ага-ага, хорошо. Сколько островов еще? Союз охотников. Тоже враг. А у нас не врагов нету, да? Мы такие успешные ребята. Ну что ж, поделаешь, ждем утра. Значит, прибыл я к торговцу. Посмотрим, что у нее здесь есть. Значит, нам нужны микросхемы. А у нее микросхем в продаже, как ни странно, нет. Вот это интересная история. То есть микросхемы у нее тут не светит получить. Очень жаль. Тогда что мы можем купить потихонечку? Мрамор нам точно не нужен. Возможно, стоит взять немножечко батареек. Немножечко батареек. Возможно, стоит взять усилители всякие, как вариант. Давай-ка попробуем тогда продать одежду, которая нам не нужна. И декор поменяем на что-нибудь полезное. Так, нет. Так оно не продает, значит, здесь. Это мы можем купить. Химию тоже можем купить. Значит, баллистическое волокно. Которое нам, скорее всего, в итоге пригодится. Значит, функция легких. Так, а вот это уже нет, да? Уже нет. Ну нет, так нет. Значит, если мы отсюда что-то еще уберем, то нет. Понимаю, значит, все. Тогда быстренько сделка. Странно. Микросхем у нее нет. Это меня немножечко удивляет, если честно. Менять тогда вот это я не вижу смысла вообще никакого. Так, я тогда вот это вот у нее выменяю. На один только, да? Один это мало. Смысл тогда один-то. Один никакого смысла нет. Значит, это 300 стоит. Это стоит 1000. Мы нормально так вообще набрали. Это стоит 400. Давай вот так сделаем. Так, сделки не будет. Печально, если монетку мы докинем одну. Ммм. Какая интересная история. То есть нам не хватает. Здесь хватает, здесь не хватает. Так, а что если мы сделаем вот так? Немножечко пополним себе. Вот. Ну давай хотя бы пусть будет вот так. У нас этого не то, чтобы сильно много. Поэтому возьмем, значит, сделка. Да, микросхем у нее нет, к сожалению. Ладно. Возвращаемся. Вынужден я вернуться на тот остров, с которым мы убежали. Для того, чтобы... Что правильно? Для того, чтобы поискать, где здесь еще может быть железо. Потому что, в принципе, других вариантов-то у нас нет. Надо как-то здесь искать немножечко железной руды. Потому что просто для брони нам надо аж 20 штук. Ну и где-то надо искать микросхемы. Поэтому, друзья мои, если вы в курсе, где здесь бывают микросхемы, вы, собственно говоря, сообщите. Я могу здесь искать их довольно долго. По старой доброй традиции. Быстренько посмотрим, что мы здесь не добрали. Явно тут не добрали леса. Но он мне пока что особо не нужен. Благо остров теперь мирный. Вот жалко, вот туда нельзя по-быстрому забраться. И придется все это дело обходить, конечно. Это минус. А так, лагерь здесь с островом выглядит очень прилично. Крайне симпатичная построечка. Где у нас можно залезть было сверху? Вот. Маленький прекрасный городочек. Мне кажется, отлично выглядит. Так это нам сейчас не пригодится. Вот. Великолепный городочек. Тут, конечно, куча всего есть. Но нам сейчас не до этого. Нам надо тупо найти железо. И, ну, изготовить, наверное, пистолет себе придется. И уже надо задумываться о том, чтобы идти дальше. Следующие острова уже так просто занимать не получится. Они же там достаточно, это... Хорошо укреплены. И там куча противников. Так остров шикарно смотрится, конечно. По-моему, ресурсы я не забрал только из финальной части. Но я могу ошибаться. Здесь на подъеме вроде ничего нет. Выносливость у нас потихонечку восстанавливается. Где-то я здесь железо, в принципе, видел. Вот здесь я установил флаг. Но это было уже глубокой ночью, когда не видно было ничего. Сейчас-то дела уже получше. Сейчас дела получше. И можем нормально рассмотреть, где мы тут чего в итоге заняли. Так, вон там у нас самое вкусное лежит. Так, ну там есть железо. Там есть немножко меди. Так, а вопрос. А вот это вот куда нас ведет все? Тут же тоже какая-то тропа. Какая-то пещера. Я, правда, боюсь, мы из нее не вылезем. В общем, проблема. Ну что же, в принципе, ресурсов нам здесь должно хватить. Поэтому я, наверное, потихонечку сейчас начну добывать. Здесь вроде бы железа и меди достаточное количество. Посмотрим, сколько нам удастся отсюда утащить. Но вот пещера непонятно, что там за пещера. Скорее всего, просто проблема, наверное, с текстурами. Вот и вся. Весь ответ на этот вопрос. Будем надеяться, места нам хватит, чтобы все это дело отсюда утащить. Потому что просто для того, чтобы сделать остановку, надо 25 единиц. А это очень много. Не знаю, хватит ли у меня вообще места отсюда все унести. Потому что по-хорошему здесь, да, здесь очень много чего лежит. И компоненты тебе. И железо. Но главное, конечно, руда тут. Вопросов нет. Так, а я сейфы здесь все полутал в прошлый раз. Так, а? Ну вот жареное мясо мне дали по второму кругу, насколько я понял. Так, ну что же. У нас тут есть энное количество. И вроде бы до ночи у нас времени должно хватить все это забрать. Погнали. Вроде закончилось. Больше я, по крайней мере, ресурсов не вижу. Ну, это как-то выглядит у нас вот так. То есть, в принципе, железо мы добыли очень неплохо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семьдесят две единицы. И двадцать одну единицу меди. Но, в принципе, нам теперь должно по-хорошему хватить. Кстати говоря, я хотел посмотреть по поводу оружия. Мы пистолет же могли скрафтить, насколько я помню. А вот и нет. Значит, пока мы можем сделать только топоры. Больше ничего не можем сделать. Лук, арбалеты, копья. Здесь у нас... Так, портативный. Портативная надувная. Так, сварочный инструмент. Опять же, электронные компоненты пока нам недоступны. Будем искать. Так, детали, оружие. Броньку более качественную. Ну, такой вид у него, конечно, выживый. Ну, вроде бы все. Мы пока что больше ничего скрафтить не можем. Погнали. Возвращаемся и начинаем самый интересный геймплей. Плавить все это дело. В огромных количествах. Кстати, наверное, имеет смысл порубить деревья немножечко. Опа, даже вот такое дерево можно рубить. Интересно, сколько дней это займет. Так, ну вот, деревце отъехало. Ну, я не скажу, что это прям сильно много всего. Перед тем, как окончательно уплыть, я обнаружил объект здесь. Школа. Опа. Так, а также обнаружил объект акула. И объект акула мне очень быстро пояснило, что я зря это все задумал. Ладно, акулы победили. Теперь давай с марлинами разберемся по-быстрому. Так, а вот там что такое, интересно, лежит? Так, товарищи марлины, ну-ка в очередь. Что-то товарищи марлины как-то не хотят в очередь, неожиданно. Так, а мне вот интересно, что здесь за такой объект школы нарисовался. И почему я его в прошлый раз не заметил. У нас, к сожалению, ночь надвигается. Я, как обычно, нахожу объекты в ночи, чтобы радоваться этому. Ну, здесь вроде бы, вроде бы этого нет. За новонпост гадюки там есть чертежи. Слушай, вулканически все это выглядит крайне симпатично. Это вот что такое? Какие-то камни. А, так здесь тоже железные руды дофига. Это тоже железные руды. А вот там, вот там, видимо, серные камни. Надо их, видимо, добыть. Опа! Там вообще течет лавовая река. Это забавно. Так, вот это ведь не то, что мне надо, правильно я понимаю? Вот, а это то, что мне надо. Это сера. Как удачно я нашел это все дело. То есть здесь у нас вулканический бюм. Теперь оказывается не просто так для красоты. А тут, короче, добыча серы у нас происходит. Так, я сейчас немножечко потону. Так, ну сюда надо с баллонами плыть уже. Так, где моя лодка? Срочно возвращаемся. Туда мы сейчас еще приплывем как раз с утра. Сейчас будем всю ночь плавить железо. Ну, слушай, хорошее место. Погнали. Я думал, тут как бы все, а тут даже близко еще не все. Ну что же, друзья мои. Наступило утро, я продолжаю плавить железо. Также я посмотрел, что у меня не было мастерская, мастерская черного пороха отсутствовала. И вот здесь как раз можно и делать оружие. А это уже совсем другая история. Тут у нас трехствольный пистолет как раз мощный, товарищ. Вот. И я вот думаю, что мы его, наверное, создадим. Ну, чтобы был. Потому что патроны у нас какие-никакие теперь есть. И мы можем, в общем-то, патроны создавать. Стандартные. Но, тем не менее, вообще плавить довольно железо долго. Надо бы новую печку, конечно, для таких объемов. Потому что иначе, как говорится, 22. Значит, а нам для строительства брони надо сколько всего? Надо у нас 25. Ну, короче, чуть-чуть осталось у нас совсем. И мы отправимся к школе, потому что тупо это очень интересно. Значит, что там как, зачем и почему. То есть ресурсов, как набрали, очень много. Теперь осталось проблемой все это дело переработать. Хотя ночью я вроде плавил, плавил, плавил. Но как-то вот что-то я взял и не наплавил немножечко нужного. Быстро раскидаем все. Нам надо сейчас будет набрать немерено серые. Так, все. Значит, осталось у нас железо наплавить совсем копейки. То есть буквально один. Одна железа и все. И мы, собственно говоря, скрафтим себе это замечательное. Так, что у нас такое стекло? Стекло больше не помещается. Надо для него, видимо, отдельное место для тебя создавать, да? Так, ну я вот думал, может быть, это куда-то потратить. Но я что-то думаю, что это плохая идея. Ладно. Сейчас, видимо, для стекла надо будет искать новое место. Ура, наконец-то. Наконец-то мы можем сделать броню себе. Так, значит, что нам надо для мастерской? Вот, мастерская, кстати, боеприпасов у нас есть продвинутая. Надо бы ее тоже сделать, и мы, в принципе, можем. Но нам надо вот мастерская брони сейчас для начала. Мы ее быстренько делаем. Значит, где у нас тут ткани немножечко лежит? Значит, ткань забираем. Теперь нам надо очень много дерева. А у меня дерева-то на самом деле не так, чтобы много. Древесинку придется где-то раздобывать. Так, значит, вот сюда, интересно, этот стол влезет. Так, а вот брони немножко дерева-то не хватает. Так, ладно. С деревом есть уже проблемки. Его как бы мало. Значит, стол этот вполне сюда влезает. Что мы его здесь, в общем-то, и расположим? Наверное, я его даже в углублении здесь сделаю. Хотя нет, наверное, все-таки стоит подальше его делать. Тут даже с наложения можно вот с таким вот делать. И там проход тогда остается. Ладно, давай сделаем вот так криво. Ну, а, как говорится, почему бы и нет? Значит, и здесь мы теперь можем делать броню из того, что у нас, в общем-то, валяется. А у нас, в принципе, некоторые вещи-то валяются. Значит, лесной бронежилет у нас нет. А вот, по-моему, вот это у нас, по-моему, присутствует. Где у нас тут были эти детали? Вот. Брюки у нас есть и такие, и такие. Сломанные брюки лес, сломанные брюки складками. А мы что можем отремонтировать из этого? Так, мы можем только... Ага! То есть мы можем 150 брони, если найдем где-то такое количество ткани. Угу. Так, а у нас есть такое количество ткани, как-то, если что? Ну, это как бы вся ткань, что у нас есть. Но зато мы будем более-менее бронированы. Давай. 150 брони, а у нас 80. Ну, как говорится, вопросов нет. 150 брони, то оно клевее по-любому будет. Так, значит, вот эти мы, сломанный лес, тоже можем отремонтировать, но явно не сейчас. Так, каска, оружие, это нужны отдельные ящики и прочее. Продолжаем плавить. Значит, здесь мы можем сделать пистолет себе. И пока что на этом остановиться. Так, для прокачки нам дальше нужны везде практически микросхемы. С этим пока глухо. Микросхемы пока нам не попадались. Значит, мы тогда сейчас быстренько отправляемся в школу. Да, и где-то надо лес, короче, заготовить по полной программе. Потому что вот чего-чего, а вот это начинает заканчиваться. И ткань кончилась. То есть, я так уверенно тут решил прокачать все по полной программе и прокачал. Значит, по-хорошему можем, конечно, вот это вот изготовить. Не то, чтобы это сильно большие затраты для нас. Так, я продолжаю железо плавить. Потому что в следующий раз, я чувствую, там понадобится еще в 20 раз побольше того, что мы сейчас изготовили. Традиционная история в этой игре. Так, значит, ладно. Быстренько делаем себе пистолет. Все, у нас теперь трехствольный пистолет имеется в виду. Так, я не знаю, может быть арбалет пока выселить из наших кармашков. Так, к валанке я беру. Кошмар, я говорю, железо столько, что, ну, как-то с этим надо что-то делать. Ладно, отправляемся в школу. Потихонечку сейчас я быстро это все раскидаю, что у нас здесь лежит в огромных количествах теперь. Да, железо надо будет переплавлять очень долго. Это, как говорится, процесс будет крайне интересный. Так, а у нас где-то же патроны лежали к пистолету. И мы могли себе их еще какое-то количество сделать. Так, ну, пока будем жить с этим пистолетом. А что у нас? Какие еще? Какие у нас еще имеются варианты? Пока, наверное, никаких. Так, для производства нам понадобится вот это вот. Н-ное количество. Ну, и давай сделаем себе патронов на все деньги. Так, отлично. Сколько у нас в итоге? 65 выстрелов. К нашему чуду трехствольному пистолету. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а на В можно сделать очередь. В смысле, здесь есть очередь? Полуавтоматическая очередь. Очередь, видимо, это залповать будет. Ну, прицел, конечно, бомбический, конечно. Вопросов нет. Просто эпик. Так, ну, отправляемся, наверное. Е, я думаю, вообще по-хорошему. Нам бы еще плиту себе новую бы сделать, поменять. Вот у нас плита. Четыре. Мы можем, кстати. У нас, по-моему, кстати, все для этого-то есть. Так, железо имеем. Значит, детальки. Благо мы их тут закупили, они имеются. Это как бы тоже есть. Так, электрическую плиту я, наверное, бахну. Надо вот это все поснимать лишнее. У меня здесь куча всего есть добавить. Надо поснимать. А у меня где-то же валялась, по-моему, коробка. Для того, чтобы все это дело упаковывать обратно. Вот она. Так, ну, давай, значит, попробуем. Значит, вот это нам надо упаковать. Да. Ну, выглядит как сломали. На самом деле упаковали. Так, это... Давай. Так, предметы будут уничтожены. А тут дерева дофига. Мы по-хорошему пожарить это все еще можем. Слушай, ну, давай оставим, наверное, пока, да? Дерево будем... Так, значит, очиститель у нас вот он валяется. Хорошо, значит, с этим все. Значит, тогда сюда бахнем плиту. Здесь у нас будет плита. И она должна быть великолепна. Ну или нет? Так, что мы здесь можем приготовить? Ууу. Салат можем. Так, значит, поднос с морепродуктами. Боже мой, суп из грибов. Слушайте, ну, конечно, оно прекрасно, но нам нафиг не надо. Поэтому зря... Хорошо, что я гриль не сломал. Иначе бы я сейчас очень сильно удивлялся бы, да? Такой раз. А вот простейшие вещи мы обратно сделать и не можем. Вот это номер, конечно, который заслуживаем по полной программе. Так. Значит, железо мы пока что выселяем. Так, все. Поехали собирать нужное. Все. Let's go. Так, ну вот мы, в общем-то, спустились. И сейчас будем собирать вулканические все эти темы. Школа, конечно, прикольная. Но нам бы подобывать ресурсов. Вот так прям шикарно это все смотрится, конечно. Немножечко лавы. Так, надо подняться. А там вообще лавовое море целое. Здесь, может, что-то посерьезнее есть в качестве вулкана. Жуть. Да, немножечко вулканической активности. И тут, короче, немерено серый просто. Немерено. Так, немножечко подышим. И пойдем соберем чуть-чуть. Тут далеко не все серо, кстати. Но тут ее довольно много. Значит, сейчас непосредственно пойдем посмотрим, что есть в школе. К сожалению, тут чертежей, на удивление, нет. Мне бы вот найти бы микросхемы. Я бы радовался просто максимально бы. Потому что мы тогда бы сделали, в первую очередь, что? Зарядку сделали бы? А зарядная станция бы нам помогла избавиться. И мы бы уже на глайдере тогда гоняли. Надо, кстати, его было с собой взять. Здесь довольно глубоко. Могло бы и пригодиться мне, 100% это дело. Да, короче, серо около вулканов. Здесь у нас еще, как я вижу, две штучки есть. Сейчас мы их быстренько соберем. А дальше ломанемся к школе и попробуем поплавать уже вот там. Посмотрим, может быть, там тоже что-то есть. Так что, да, микросхемы где-то надо будет искать. Друзья мои, если вы знаете, где они находятся, в какой здесь локации, то черканите в комментариях в обязательном порядке. Потому что иначе я здесь буду очень долго плутать. А не хотелось бы этим заниматься. Так, слушай, а здесь вокруг школы вообще одни сплошные вулканы, я погляжу. Ну, выглядит крайне эпично. Нам бы вот прокачаться бы дальше, какой-нибудь инструмент для добычи бы, ускорить бы. Потому что у нас получается один нырок, одну собираем. Максимум, потому что не хватает у нас воздуха. Так, ну, в принципе, набрали уже нормально. Еще два кусочка догрызем и пойдем в школу уже проверять. Хорошо, выносливость заканчивается у нас. Не так быстро. А то немножечко раз-раз и все, и выносливости нет. Так, все, на всплытие. Что, да, сейчас будем проверять школу, посмотрим, что в ней есть. И по-хорошему, может быть, топовый баллончик, надо еще один сделать. А здесь серый, он валяется еще дофига, кстати. Надо запомнить, что в школе здесь еще есть. Что даже если вот я сейчас это добираю и пока закончу, это далеко не все. Еще ведро их валяется вон повсюду. Он еще есть, он еще есть, вижу. Нормально. Так, там вон черепахи плавают, как я понимаю, да? Начнем, естественно, с крыши. А тут вход не рабочий, интересно? Было бы мило. А-а-а. То есть рабочий. Это мне подсказывает, что дверь здесь все-таки железная. Странно, а изображен топор, тем не менее. Непонятно немножечко. Ну, давай пробовать топором, конечно, попробовать. Но что-то мне подсказывает, что оно так немножечко не работает. Так, и мне надо уже бензин где-то добывать. Сейчас попробуем, конечно, еще дверь пообработать, но... Что-то здесь кто-то... Немножечко... Нет, смотри-ка, она все-таки оказалась. Действительно деревянной. Вот уж удивительное рядом. Так, ну, заходим. Первый раз, конечно, не попали, естественно. Слушай, нам надо дерево в огромных количествах. Надо, наверное, всю эту мебель по-любому выносить. И я думаю, что у торговки, может быть, имеет смысл купить. У него вроде бы дерево было. Докатились до того, что теперь дерево будем покупать. Так, из окна я выплыть. А из окна-то я выплыть как раз и не могу. Не пролезаю я. Так. Выход вот в центре. Так, ну через крышу как бы опасенько тут заходить. Так, а вот у меня как бы воздух пополняется, но я об этом не узнаю, да? Баллон все-таки на крайняк. Так, пока пробуем без него. Быстро надо все это дело проверить. Ну, воздуха, конечно, очень мало. Без баллона тяжеловато здесь будет плавать. Так, здесь все проверили. Да, надо, очевидно, второй баллон, потому что без него тут будет как-то это... Очевидно, грустно. Но здесь очень много чего, конечно, у здания есть. Тут прям завалить всего. Тебе и железо, и дерево, и чё хочешь вообще. Супер вкусного я пока не вижу. Так, ну, очевидно, пора дышать немножечко баллоном. А можно все-таки бензина как-то нет? Но здесь все-таки не пахнет абсолютно микросхемами. Видимо, придется все-таки на какой-то более серьезный остров здесь забираться. И там, видимо, придется устраивать неслабые такие веселуху. Скорее всего, это будут острова, которые охраняются, мне кажется. Мне кажется, что это именно будут те острова, которые охраняются. Не то, что это сильно будет радовать меня. Так, темноват. Нам бы какой-нибудь фонарик бы с собой бы еще. Так, а вот и то, что мы искали. Сейф. Где бывает самое вкусное. Так, чертеж, подствольник излома. Сломанная броня. Так, все, на всплытие. На всплытие и отплытие. И баллон закончился благополучно. Ну, на такие большие уже мероприятия надо 100% брать с собой глайдер. Потому что в противном случае... Так, стенки для показа оружия. Ну, это, возможно, неплохо. Так, полицейский броник. Неплохо. Что еще нашли? Всякие костюмчики. Так, ну это абсолютно то же самое, что мы обнаружили. Так что здесь ничего интересного больше нет. Значит, возвращаемся плавненько домой. Благополучно я добрался до базы. Надо теперь все это дело будет отсортировать. Мне просто даже интересно. А что надо, чтобы эту штуку починить? А, то есть здесь сталь нужна. 450 брони, слушай. Ну, это было бы очень хорошо. Но пока, к сожалению, для нас недоступно. Притаскивали себе здесь немножко всякой одежды. То есть она одинаковая, да? Ну, вот такой пусть будет у нас камуфляж. Короче, потихонечку, полигонечку нашли всякое ненужное. Так, ну у нас здесь потихонечку тоже растет. Но без стали мы никуда здесь не уйдем. Значит, короче, дальше без, очевидно, подводного скутера нам делать нечего. Придется, короче, как-то с ними тут клупаться. И пойдем посмотрим, что еще мы здесь можем себе сделать. Значит, у нас-то кроме трехствольного пистолета пока больше ничего нет. Технологически мы дальше упираемся в электронные компоненты, которые, на удивление, у торговки нету. Значит, короче, будем где-то искать. Поэтому, друзья мои, жду ваших сообщений, соответственно, в комментариях, где вы мне расскажете, я надеюсь, где все это дело искать. Потому что я как бы вот чего-то не помню, если честно, откуда я их брал. С каких-то, видимо, островов, но вот с каких. Будем, короче, искать. На этом, в принципе, все, друзья мои. Не забывайте прожимать лайки, подписываться на канал. И увидимся, друзья мои, что в следующий раз. Огромнейшее спасибо тем, кто поддерживает канал Чейз Данашнерд и на Бусти, друзья мои. Огромнейшее вам всем спасибо. На этом, в принципе, все. Всем удачи, друзья мои. И до скорых встреч. Парам-парам-пам.